Вот что делать с девчонками? Какие на них повесить гири? Можешь послушать? Насильно счастливым человека заставить делать нельзя. Вот так вот люди убегают от своего счастья. Я Лариса Бузеева, это Давай Пожениксу. Добрый вечер. Сегодня у нас три жениха Вадим, Василий и Сергей. А невеста у нас Анастасия. Красавица. Проходи. Анастасия, 26 лет. В 12 лет осталась сиротой и случайную встречу с парнем из детства приняла за свою судьбу. Но возлюбленный только добавил в копилку ее жизненного опыта страшных событий. Анастасия, эксперт дорожного хозяйства, гордится своим сильным характером, мечтает о доме с верандой. Признается, что у нее обостренное чувство справедливости, предупреждает, что не выносит запах еды по утрам. Анастасия опасается излишне ухоженных мужчин и не видит себя рядом с обладателем творческой профессии. Выйдет замуж за самостоятельного думающего брюнета, рядом с которым она почувствует себя защищенной. Ой, девчонки, хорошо, что пришла с бабушкой. Бабушка красавица, вся такая ухоженная. Сколько вам лет? 75. Представляете, вы ровесница моей мамы, но вы просто девочка. Видать, хорошую легкую жизнь прожили. Нет, я очень тяжелую прожила жизнь, очень. А такое ощущение, что прям проскакали по жизни на одной ноге, потому что моя мама настрадалась, но она и выглядит на 70. Первый сын у меня умер, он уже там лежит. Царство небесное. Царство небесное. Вот второй сын у меня и внуки. А Настюшка по маме или по папе вам внучка? По папе она у меня. Ага, понятно. Ну дай Бог вам здоровья. Вот будьте примером для всех бабушек. Моя золотая. Настя уже 26 лет, молодая, красивая. Дети есть? Нет. Детей нет. То есть невеста, бери, не хочу. А выдань. Да. Вас воспитывала бабушка? Да, с 12 лет. А мама? До этого я жила с мамой. С 8 месяцев до 11. После чего была череда похорон. В моей семье, вся семья мамы с маминой стороны, она ушла. И ее брат, и бабушка, и прабабушка, и тет, и все-все-все. В 2000 год он ознаменовался чередой смертей необъяснимых. После чего мы познакомились с бабушкой моей. И она меня забрала к себе. А по что, извини, пожалуйста, а почему мама? Ну, ушла во сне. Мне это приснилось. Царство небесное. Да. Слушай, а родные братья и сестры есть по маме? Нет. Одна? Ну, мы с ней были больше всегда как подруги. А помните ее? Очень хорошо помню. А что вот самое яркое? Вот какое вот... Голос. Вот когда мама, вот что вспоминаете в связи с мамой? Запах пирогов и голос 4 октавы. И сказку о Маугле. Мама пела? Да. Профессионально пела? Да, у нее 3 музыкальных образования высших. У мамы? Да. И любовь именно к этому. Не просто формально, а любовь к этому. Ну и девочка. Скажите, а отец ушел, потому что овдовил или... Нет, у них были свои причины для развода. А отчим и кто-то был вообще? Кто мужчина в это время, эти 12 лет? Мама была и мужчина, и женщина. Она работала очень много. Она дорвалась. Тогда это были еще первые челноки 90-е годы. Ой, ужас какой. Вот эти мешки, сумки, торговля. Ты представляешь, какая ей нужна опора все-таки в жизни? Я готов ее составить. Думаю, что у вас вполне могла получиться пара. Какое у вас интересное отчество Модестовна. Модест. Такая русская прямо. И вы узнали, что девочка осталась одна? Я ее... Не думая. Какой вы молодец, слушайте. У бабушки был на тот момент бойфренд, с которым она, не задумываясь, попрощалась. А он был против, да? Да нет, он не то, что... Как-то он вел себя, и поэтому я его... Дурак, что ли? Ну вот как это возможно? Хорошо, наоборот. Вы взрослые уже люди. А тут ребенок. 12 лет, памперсы уже менять не надо. Девочка. Сейчас, наверное, локти кусает. Наверное, уже. В общем, девчонки и вы зажили. Да. А отец помогал? Ну, он присутствовал в моей жизни, но... Я всегда думала и считаю, наверное, до сих пор, что мужчина с детьми до тех пор, пока не с женщинами. И моей мамы в его жизни стало достаточно рано, поэтому к какому-то пониманию мы пришли с ним только сейчас. И он ко мне тянется, и я, в принципе, не против. А он был женат, когда вы уже появились в его жизни? Да, он до сих пор женат на этой женщине, и счастливо живет в браке. А дети там есть? Да, сын старший. И вдруг вот его жене говорят, у тебя еще будет вот одна девочка. А тут же инстинкт самки срабатывает. Как? Это должна будет делиться? Аж лишний кусок хлеба отрезать для чужой девочки. Не надо, не надо. Ну, она очень хорошо сыграла свою роль. Выперевала ему мозг? Нет. Она умная женщина. У нее есть чему поучиться, но... Но, тем не менее, все есть как есть. Они живут отдельно, в их дом я не вхожу, с отцом я общаюсь. Я знаю, даже по громкой связи он разговаривал с вами, чтобы она слышала, и чтобы ее поганое сердце екало в ритм, что он вас так отшивал, чтобы все это было при ней. Ну, был такой момент, да. Был. А с братьями и сестрами по отцу? Ну, очень холодное отношение. И вот вы. Во сколько лет влюбились? Как вам показалось, что в достойного? Влюбилась, наверное, лет в 13. Влюбилась, но осознала это только 20. А он был особенный какой-то? Он для меня до сих пор особенный. Старше вас? На сколько? На три года. Ну, это вообще ни о чем. А вместе съехались когда? Ну, да практически сразу. То есть в 13 лет я его увидела, 7 лет перерыва, потому что на тот момент я и думать ни о чем не могла, всего каких-то возрастных, да, порогов определенных. А потом жизнь снова нас свела и сводила неоднократно то на улице, то еще где-то. Он был плохой мальчик, наркоман. А откуда у него туберкулез? Он сидел? А мы можем эти моменты не озвучивать? Почему? А сколько хочешь сказать почему? Потому что любишь его до сих пор, честно? Я считаю, что это нечестно по отношению к человеку. Почему нечестно-то? Бежать. Ты можешь измениться с человеком? Ну, никогда в жизни. Настя, послушайте меня. Вы красивая. Я не готова к этому. Почему? Потому что надеетесь, что он еще в очередной раз придет погладить по головке? Я не хочу показывать на все осмотрения, все обозрения такие подробности в своей жизни. Вернетесь к нему? Да, я с подругой поговорю. Настя, если он ее позовет, вернется к нему? Вернется, да? Какой ужас. А потом вместе мы все соберемся и будем на похоронах говорить, царство небесное Настике в расцвете лет такая красавица была. Бабуль, куда вы не доглядели? Ну, вы ладно. А я со своим опытом, думаете, себя буду по головке гладить? Настя, да я себе этого не прощу. Да я тебя за руку возьму и запру у себя дома. К батареи прикую. А к нему не пущу никогда в жизни. Потому что они упыри. Упыри. Это их проблема. Вот что делать с девчонками? Какие на них повесить гири? Приводи ее сюда, скажи, что это все вырежемо. Спасибо, спасибо. Сейчас, сейчас, она поняла, что ты не хочешь озвучить. Успокойся пока. Ты можешь просто успокоиться, Настя? Успокойся. Настя, все, она поняла, что это для тебя. Да, все. Она просто высказала свое мнение. Грим, успокойся, пожалуйста. Ань, Грим, позови, Грим, позови. Пошли, успокойся. Я хочу все. И даже мне-то ничего не сделать. Она только и думает о нем. Я не знаю, что это. Понимаешь, а потом, да, Татьяна Модестовна, а потом вы говорите, судьба такая. Какая судьба? Сегодня есть возможность его близко к ней не подпускать. Сегодня есть такая возможность. Она даже сейчас боится и думает. Вдруг увидит. А может быть, он ее еще встретит. А может, еще по головке погладит. И будет рядом с ней. А потом все руками разводят и говорят, упустили девку. А могли ведь еще. Могли. Да я-то не знала даже. Они же учились в одной школе, в Тучково. Маленькие были. И вдруг он пришел. Она жила одна. Я к ней ходила часто. Ну, конечно. Потому что ни мамки, ни папки. А хочется же молодого. Что с бабки-то взять? Одни нравоучения. Зу-зу-зу. Зу-зу-зу-зу от вас. А толку нуль. Где она? Давайте, девчонки, без вас разберемся. Пошли, моя девочка. Пойдем. Ко мне поедешь ночевать? Возьми. Стакан возьмите. Никуда тебя не отпущу. Я потом себе не прощу никогда в жизни. Да я тебе на ноги гирю повешу, чтобы ты не пошла. А если бы, не дай бог, с моей девочкой такое случилось. А кто-то бы знал. И кто-то бы позволил бы, не дай бог. Да я бы прокляла этого человека. С ума что ли сошла? Я тебе говорю, я тебе не дам в обиду. И я тебя не отпущу. Поедешь ко мне. Красавица. Я понимаю, ну была бы какая-то страшная, жирная бы. Посмотри. Глупая. Ладно. И вы, Модестовна, сиди уже. Сама как-нибудь. Моя курочка. Вот как они могут, а? Представляешь, вот у тебя невеста, дочка на выдох. Я говорю, не приведи бог. А еще если ты будешь знать, что кто-то знал и молчал. Не проклянешь? Садись, моя рыбочка, садись. Татьяна, расскажите мне, пожалуйста, у вас есть квартира? Вот ваша собственная. Есть. А вы можете ее, например, вот как-то поменять, чтобы у Насти была своя собственная? Вот какая-то, вот чтобы ей не нужно было никому. Так нет, он меня боится. Он меня боится. Он ко мне не приходит. Потому что у меня о нем свое мнение, понимаете? Нет, послушайте. Ну, во-первых, что же так за Настику не цепляться-то? Во-первых, красивая, умная, гордая, хорошо воспитанная. Что же ее не любить-то? Тем более, если она сама готова к любви, она сама открыта. Вот она я. Понимаете? Сама любит. Правильно. Такое у меня в этом возрасте было. Кто пожалел, кто по головке погладил, тот и хороший. А он меня боится. Он не ходит к нам. Ну, еще бы. Ой, Настя, даже не ты сам. Я просто сегодня буду, как дочь свою собственную, смотреть на этих женихов. Поэтому пусть боятся. Взял, конечно, психолог сумасшедший. Она может быть так в цену. И она может и убить словом, и воскресить словом. Сегодня у нас три жениха. Не надо сейчас перед ними красоваться, что мы такие, прям мы все иные. Не самую последнюю девочку отдаем замуж. Да. Поэтому задавайте самые неудобные для них вопросы. Хорошо? Скажи честно, губы свои? Да ладно. Правда свои? Ничего не накачивала себе? Все свое. Да? Все свое. Ничего? Ни нос не переделывала, нет? Ну, вот что сидит. Нет, бредок. Красавица. Не надо, ей идет заплаканное. Мне тоже лет до сорока шло заплаканное такое лицо. Такое в этом было столько секса. Потом уже все. Так что плачь, Настя, еще лет четырнадцать можешь плакать. Хорошо. Настя, давай так, ставим жирнючую точку на прошлом своем, да? Умоляю тебя. Вот просто я ради себя, ради будущих детей. Не возвращайся в прошлое. Не возвращайся. Найдем хорошего парня, хорошего мужчину, который будет так же любить, но который будет не опасно. Ты понимаешь, что здесь финал может быть только один. Девочки, чудес не бывает. Наркоман, алкоголик. Убегайте. Не переломаются они, они на меньшую дозу сойдут. Все равно это пока детей нет. Поэтому, Татьяна Модестовна, какого вы, вот в идеале, вот видите во сне для своей девочки? Я хочу, чтобы он был верным защитником. Кто это? Анастасия, браво, что вы вернулись. Спасибо большое. Все. Ну что? Все хорошо. А вы кто, красавец? Все, все, все. Позже увидимся. А, ну вы жених, я надеюсь, нет? Да. Ой, мой заячек. Красавец-то такой. Ты как раз чувствовался жених? Вадик, мы номером один идем. Рассказывайте, о ком мечтается, вот прямо вот аж дрожите. Я хочу, чтобы она имела такого человека, чтобы он постоянно, вместе они. Я хочу, чтобы она правнуков мне родила. Я хочу всего самого хорошего. Честно. Моя вы золотая. Настя, кого видишь рядом со своей подругой? Ну, мне бы хотелось, чтобы этот человек был надежный. Чтобы вот он взял, и вместе они прошли, и как бы невзирая на женские какие-то капризы. Потому что, ну, определенные опыты у меня тоже уже есть. Мы ровесницы и дружим уже очень давно. Настя, есть какие-то профессии, которые вот прям терпеть не можешь? Я очень боюсь творческих людей, они непостоянные. Это кто такие? Актеры. А был опыт уже? Да, я общалась. Да, общалась. Что она сказала? Актеры. В общем-то, есть правда в твоих словах. Я тоже бы не вышла за актерами. Это так постоянная муза. И не факт, что ты останешься ею там через год. Не факт, что через 10 лет. А постоянная муза. Ой, ну, ладно, Лариса, по этой постоянной. Ну, это очень редко, это когда мужчина-мужчина. Актеров не рассматривай. Тогда инженер. Если с нормальными приоритетами человек. Почему? Если у него будут дети от предыдущих браков. Ничего страшного. А какие взаимоотношения вы видите в своей семье? Типа отношений какие? Я очень свободолюбивый человек и уважаю право на свободу другого. То есть партнерство, равенство? Уважение к свободе друг друга. Личное пространство, естественно, должно быть у каждого. И это должен быть человек яркий и сильный, и в то же время очень домашний. Почему вы привязались к этому первому парню? Потому что он из детства, понимаете? То есть мужчина должен быть для нее понятный, расшифровывая. Да, совершенно верно. Но это несколько другое. Душевный, понятный, в то же время очень яркий, очень интересный. Ну, потому что она сама яркая и интересная. Но самое интересное, что у нее у самой будет популярность большая. В чем бы она, так сказать, чем бы она не занималась, но обязательно и в творчестве реализуетесь. Я хочу только добавить, что именно вдали от дома вы встретите человека, который будет ваш, но именно там вас ждет большая популярность и действительно счастье. Так что, сегодняшние женихи фанерой пролетают? Они, может, издалека приедут. Ну, почему? Люди могут уехать. Понятно. Не сразу же сказка. Настя, прелестную грудь вперед. В глазах огонь. И пошла за женихом. Вадим, я должен быть первым. Это бескомпромиссно. Это бескомпромиссно. Это бескомпромиссно. Будь первым, кто выберет меня. Будь первым. Давай, давай. Иди, иди. Здравствуйте, Анастасия. Добрый день. Меня зовут Василий. Я обескуражен вашей историей. Я хочу поддержать вас. Я поэтому вышел первый. Вы можете рассчитывать на меня и мою поддержку. Благодарю вас. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Василий. 36 лет. Кинорежиссер. Управляет собственной кинокомпанией в России и некоммерческой организацией в Африке. Увлекается виндсерфингом, играет в шахматы и свободно говорит на английском языке. Гордится тем, что стал выпускником Суворовского училища. Предупреждает, что раз в неделю ходит в баню в компании друзей. Ради безумной любви Василию пришлось нарушить закон, но его избранница не оценила поступка и прекратила отношения. Василий, вы режиссер? Да. Что сняли уже? Пока одну картину. А вот у нас прекрасная невеста не хочет творческого. Ради нее пойдете работать водителем такси? Нет, ради нее нет. Я хочу, чтобы она все-таки приобщилась к творчеству и заняла... А вот с такой психофизикой, вот с таким взглядом, с таким лицом... Очень хорошая... Мне кажется, ей прямо вот как раз в наш профсоюз и нужно, бегом. Обязать сразу, конечно, это... Посмотри, какая возбудимая, да? То есть на раз. Да, да, я думаю. Ребята, по-моему, решается у нас сегодня судьба прелестная. Потом будете через несколько лет давать интервью и говорить. Помнится, помнится, начиналась с «Дай, поженимся». Разревелась тогда как дура. Казалось бы, из-за чего. А рядом с успешным мужем, аплодисменты. Вам в это время там что-то такое наводит красоту, вы меряете бриллианты. И я так, Настя, помните меня, потому что сыграю у вас там маму. Молодец. Хорошая девушка. Да вот непонятно, то есть понравилась она ей или нет. Я тоже не поняла. Ну, ловилась. Скоро лето, пора подумать о фигуре. Вам в помощь диеты Елены Малышевой. Еда для стройной фигуры. Просто ешьте и худейте. Пусть ваши мечты исполняются. Василий, что у вас там за проблемы с законом? У меня была любовь, когда я еще студентом в Санкт-Петербурге. И купил там карточку, чтобы бесплатно звонить по городам России. Еще были таксофоны и вся вот эта история. И меня поймали в один прекрасный момент. Потому что денег стоило немеренных позвонить, как в Китай. Да, ну вот я как раз в Китай и звонил. Она уехала в Китай, в Пекин, а я был в Санкт-Петербурге. А она чем учила? Нет, она учиться поехала в Пекин. Ага. И вы придумали себе... Я купил там, да, устройство, такой девайс. Не пропадете никогда? Вот, но один раз я попался. И меня чуть не очислили из университета, у меня были проблемы. Не посадили? Нет, к счастью, конечно, нет. Пришлось закрыть все вопросы финансовые там. И наши так судьбы разошлись в этом. Ну, то есть она героя-любовника не поддержала? Ну, там... Фу-фу-фу. Но это было 10 лет назад. Я надеюсь, что вам еще есть что вспомнить? Ну, были еще отношения, да. То есть в которых я тоже участвовал. Там была действительно любовь. Вадик, вот на что ты готов ради любви? Да я как все готов ради любви, на все. А познакомились в соцсетях? Нет, познакомились на примере фильма. Увидел ее, побежал, там, остановил, развернул. И казалось, что она не была открыта так вот, как я хотел. У нее там телефон был закрыт постоянно, то есть какие-то истории. Ну, конечно, когда партнеры, с которыми ты уже в близких отношениях, а у нее он был запаролен, да, телефон? Да, да, то есть я... И мы 4 месяца жили вместе, я говорю, давайте, давай как-то откроемся друг друга. А вообще есть такая тяга, пошариться в чужих? Вообще не было, то есть есть... Так вы ее в вашей фамилии не знали? Нет, закрытый, запретный плод, он тем и сладок. Да, я про Монику тогда Белучи спрашиваю. Че это у вас мечта какая-то такая? Ну, снять в картине своей. А че ее? А че не тебе, а, правда же? Где там Моника Белучи, когда у вас есть своя здесь Моника? Хорошо, пригласим вас на кастинг. Ну, в общем, она вся такая была засекреченная, и ни имя, ни год рождения, ни адрес, что-то она как-то... Нет, она была открытая. Уголовница, что ли? Нет, нет, она хорошая девушка, просто вот так получилось, что она не хотела открывать какие-то... Не определилась. То есть жить 4 месяца, спать, это еще не повод для такого знакомства, чтобы хотя бы знать фамилию, да? Поэтому, да, поэтому была точка сделана, и мы разошлись. Вот один в один, как у меня, у меня тоже все скрывало. У вас вот такие, Василий, наполеоновские планы по поводу там Моники Белучи, а че квартиру-то они приобрели? Ну, пока еще я не хочу покупать то, что где-то там на окраине, я хочу жить в центре, ну, в центре Москвы. Хорошая отмазка вообще. Почему у меня отмазка? Причем вроде не подкопаешься, вроде все, вроде деньги есть, не хочу на окраине. Ну, вообще, я тебе хочу сказать, сегодня норма молодым людям жить и снимать, как во всем мире. Так он же не молодой. Это у нас советское вот это, иметь свое гнездо. Ну, мне кажется, все-таки основное это чувство, а квартиры, мне кажется, это просто... Ну, вообще, я тебе хочу сказать, что... Если есть чувство, то квартиры можно легко быстро заработать. Мать, ну, тебе же уже 35, дорогой. Вы ревнивая, Настя? Очень. Очень, да? А как выражать? Ну, смотрите, судя по всему, Василий тоже очень ревнивый. Будете телефон свой запараливать? Нет. Ну, это нормально, конечно. А для вас нормально посмотреть, допустим, страничку мужчины, мужа? Пока уж, да, нормально, но я хотела бы именно таких отношений, где у меня не будет в этом нужда. Молодец, правильно. Лично я полностью открыт, Настя, если ты готова так же полностью быть открыта ко мне, то это только за. А я думаю, вот творческому человеку, вы, наверное, поймете меня, когда супруга или супруг начинает лезть в твою профессию. Вот смотрит, нас смотрит по телевизору, и потом начинает говорить, ой, нет, ты неправильно сказал, надо было это. Ну, это вообще кошмар просто. Я же не лезу в твои слеза, не делаю. Супруга должна поддерживать и направлять определить. Нет, Василий, скажите на несколько вопросов. Вы ранимы, обидчивы? Да, но я легко отхожу. А на что? Что вас может обидеть? Ну, какие-то непонятные вещи. Ну, я просто вот раз, этот диалог, и я уже это забыл, и все. Она достойна абсолютно лучшего. А киностудии ваша прибыль хорошая приносит? Ну, приносит, это от проектов зависит, конечно. Ну, на что хватает? Не буду спрашивать, сколько. Хватает на хорошее проживание в Москве, и хорошую еду, машины и так далее. А подарки на какие-то? Кошелек будет общий в браке? Как вот вы? Ой, такой для меня это вопрос сложный. Я сложный, но это обязательно нужно приговорить. Потом будет поздно. Дело в том, что я склонна за все платить. Я везде вот свою копейку вставлю. Поэтому нужно все проговаривать заранее, иначе будешь как я. Нас, знаете, как устроят? Ваши деньги, наши деньги. Наши деньги, наши деньги. Прекрасно. Этой девушке нужно признание, нужно внимание, нужна забота. А, Настя, вы знаете, что у вас есть три бонуса? Скелет в шкафу, свидание наедине и семейная тайна. Что вы выбираете? Скелет в шкафу. Скелет в шкафу. О, а есть ли у меня скелет этот? А скелета нема. Первый раз у нас такое. Какой хороший. И хороший, и красивый. Чуть, прям жизнь прожила, ничего не на... Все спрятано надежно. Открыт полностью. Да? Да. Не обижайте. Поклянитесь здесь, если у вас все сложится с Настей. Прокляну. Да, обещаю. Да? Да. Хорошая девчонка. Да. Показывайте сюрприз. Ее уже обожгли очень сильно. Да, да. И она поэтому все-таки... Чтобы сейчас не обжигаться, нужен абсолютно другой человек. Настя, я хочу сделать тебе подарок, который я привез из Марокко. Это картина прогрессивного художника. Давайте посмотрим. Это маленький островок тепла и света внутри ночи. Это два маленьких фонарика, которые встретились и бросили вызов ледяному космосу. Он защищает ее от беспощадного ветра. И даже если погаснет, она восстановит его пламя и возродит к жизни. Потому что вместе они непобедимы. Тишка на игре, правда? Да. Великимный режиссер. Так давайте и мы, Настя, объединим огонь наших одиноких сердец и станем одним целым. Как красиво! Спасибо большое! Это вам. Спасибо, парни. Проходите в свою комнату. Спасибо вам большое. Татьяночка Модестовна. Ну так провожать. Не, ну как вы выглядите фантастически? Просто нереально. Я просто не могу глаз от вас оторвать. Значит, хорошие у Насти гены. И вы будете в 108 лет так же выглядеть. Да. Хорошо, понравился? Да, неплохой парень. Красавчик такой, да? Парень, молодец. Настюш, не мудрёный, нет? Ну, смешанное очень чувство. Мне кажется, что тебе подошёл бы такой партнёр по жизни вообще. Хороший мне тоже. Я не увидела, что он пришёл именно к ней. Не увидела, не почувствовала. Он выскочил, когда Настя плакала. Да ты что, наоборот. Он же должен быть второй. Но он режиссер. Послушай, нет. Девчонки, ну хватит цепляться. Он второй жених должен был выходить. Он не вытерпел. Он редакторов уговорил, чтобы выйти к Насте первым. Да, я прям... Время нашёл к ней, да. Настя, как вам? Мне кажется, то, что скелета в шкафу не оказался, это и есть скелет. Нет у человека без изъяна. И вот это меня отбудивает, отталкивает. Ну, во-первых, смотря что относить к скелетам. У всех есть свои тайны? Ну, за 36 лет у человека есть скелеты. Да, она поняла меня. Поняла тебя, я прочувствовала. Василий, красавчик. Дети потрясающие будут. Причём чувственная сторона тоже работает. То есть вот, если плачете, поддержат, всё что угодно. Но во всём остальном, извините, по поводу денег эта бабушка на двое сказала. Ну, а может быть другой выбор. Не такой чувственный, не такой открытый, с деньгами, но страшненький. Поэтому я всё-таки думаю, что лучше Василий. Послушайте, мы живём, ну, в таком уже просто товар, деньги, товар. Ну, романтики же хочется, правда? Он из таких. Ну, сейчас нам звёзды всё объяснят. Ему нужна в браке родственная душа. Пожалуй, даже вот как мать, как люди его дома, как брат и сестра. Вот так я бы сказала. Как это хорошо. Да, но человек, он очень свободный. И поэтому, безусловно, не просто там какие-то споры. Да, кстати, материальное положение у вас и у него вполне по жизни будет нормальное. И даже очень хорошее. Понимаете? Но это не вопрос в данной ситуации. О, правильно, да. Да, это похоже на справа. Да. Он человек, который иногда сам не знает, куда занесёт его судьба. Он следует современным движениям, течением. За этим надо будет успевать. Или просто ждать. Но никогда не быть скучным друг для друга. Вот это вполне возможно. Люди, которые хотят и могут получить успех, популярность, это вы и это он. И вы друг другу это можете дать. Но это всё пройдёт обязательно через какие-то страдания. Брак у него кармический. И вполне возможно уже в следующем году, так сказать, создастся прецедент. Вот для этого. А все вот знают, куда судьба занесёт. Судьба то и судьба, что она сюрпризы всё время преподносит. Настя, проходите, знакомьтесь. Настя, привет. Меня зовут Вадим. Привет. Держи цветочки и просто улыбайся. Ой, спасибо огромное. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вадим. 35 лет. Интернет-маркетолог. Гордится тем, что похудел на 22 килограмма. Мечтает качественно и интересно прожить жизнь. Предупреждает, что не понимает намёков. Вадим почти год встречался с девушкой, о которой ничего не знал. Устал разгадывать ребусы и предпочёл расстаться. Надеется, что Анастасия будет с ним откровенна. Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, давайте я вам подарю всем цветочки, чтобы у всех улучшилось настроение. Давайте. Она всё-таки такая более утончённая мадам. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте цветочки. Собачка пришла. Смотри. Вы мне так понравились. Вы выглядите, как я вообще собираюсь. Дети разговаривали, что я просто отдачу с собой. Спасибо. Спасибо. Ой, и тётя Оля что-то успела нашептать, пока вы цветочки разносили. Я поделилась впечатлениями. Спасибо. Ну, конечно, ещё бы такая девушка не понравилась. Вадим, а что вас подвигло похудеть на 22 килограмма? Как удалось? Просто уснул, не мог заснуть, мысли лезли в голову, и вот внезапно решил похудеть. Просто психанул. На себя, на самого? Вот как-то вот внезапно, то есть не было никаких неподготовок, ничего. Просто утром проснулся, решил... И сказал, вот я больше тела это вот не хочу носить. И за два месяца, то есть я похудел на 22 килограмма. Ну, парень хороший, да? Парень хороший, да. Какой сырничок, крепенький. Ну, и останьтесь в этой форме? Я человек-гармошка, то есть я решил, чтобы вечно себя ограничивать, это просто глупо. То есть за зиму я отъедаюсь, а к первому мая я уже... А барышня, которая будет рядом с вами, она может себе позволить тоже так нахомячить себе бока за зиму? Ну, все-таки жизнь такая штука, в которой нужно получать удовольствие. Но все это должно быть в мире. Нет, вот мужчины, вы странные, потому что вы можете ходить с обвисшим пузом, храпеть, небритый, но женщина должна быть перед вами такая, как Настя. Ну, да. Настя, а вы вообще склонны к полноте, нет? Да, у нас, в принципе, есть что-то общее с вами. Я бы ходила сама на 35 килограмм. У нас много общего. Да ладно! Молодец! Ее тоже надоело носить вот эту тонну на себе, да? Ну, я просто поняла, что девушка толстую быть не должна. Ну, до определенного возраста. А какая диета специальная, что делали-то? Как кролик ел капусту. Молодец. Одну капусту? Вадим, ну вот смотрите, вот уже как общий у вас, да? У нас много общего. У меня вот тоже ситуация, у меня матушка умерла недавно. То есть я, в принципе, один в городе, я проживаю в Петербурге. И близких родственников у меня уже не осталось. У меня есть в другом городе, но в самом Петербурге никого. А представляете, как будете жену любить? Вообще, когда два человека и нет никакой поддержки, вы так будете друг к другу нуждаться, так будете друг друга поддерживать. А расскажите мне вот про ту таинственную девушку, с которой прожили много, достаточно времени, а так они ничего не узнали. Ну, не то, что жили, просто у девушки какие-то тараканчики в голове. Нужно было толочь мелок Машеника и, видимо, посыпать как-то ей голову, потому что мы познакомились с девушкой. Она, кстати, наконец-то была Маша Иванова. Ну, как-то слишком банальная и подозрительная. Естественно, я так в это и не верил. Мы быстро познакомились, быстро встретились, быстро выпили утренний кофе. И ей нужно уезжать. А люди, когда вызывают такси, они говорят адрес. То есть адрес откуда и адрес куда. А тут началось без адреса. Метро такое-то. Ну, как-то странно. Она оставалась у вас ночевать? Да, да. А вы ее провожали? Я не знал ничего. То есть я ее не провожал. Почему? Потому что такси. Я не знал, где она работает. А паспорт не посмотрели, с кем спите-то? Паспорт не осмотрел. Доверял? Доверял. Единственное, что мы собрались ехать отдыхать в Египет. И буквально вот накануне мы шли, с ней она дает свою кредитную карту. В которой указано, что она не Маша Ивановая. В Египте я случайно узнаю, что у нее другой возраст. Я думал, что ей 25. Оказалось, 24. Но мелочь, конечно, как-то странно. Ой, я 18 лет, когда мне было в 7, говорила, что мне 25. И совершенно не знаю зачем. В Египте. Я себе прибавляла всю жизнь и 7 лет. Не могу пообъяснить, почему. Я говорила, мне 25. Я говорю, да ладно. А я вообще забывала, сколько у нее. Так что, ну, пока ничего особенного. А почему она адрес скрывала? Может, замужем была? Нет, замужем она точно не была. В Египте я у нее еще поинтересовался. Слушай, мне просто интересно. Ты есть там в соцсети? Она такая, нет, нет. Вот у меня точно нет. Ну, хорошо. Ну, зная имя и фамилию, соответственно, я нашел ее в другой соцсети. Потом нашел через друзей. И получился? Да, увидел как бы прекрасную страницу, где все обновлялось, фотографии выкладывались. Ну, это стандартная история. Да, ну, конечно, конечно. А вот, кстати, в Египте вы зачищут? Кто вообще оплачивался? Совместно. А кредитку она вам зачем отдавала? Нет, она боялась сказать голосом свою именно настоящую фамилию. Просто дала кредитную карту, чтобы я посмотрел, что там на ней написано. А что ж, а что ж за имя там такое? Инесса Тубеншляк. Ну, практически так оно и есть. Такое же, да? Да. Давай поженимся в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Тамара дадут вам совет в любое время. А пока реклама. Кетчуп Махеев томатный, без сахара и крахмала. Рекомендован Российской диабетической ассоциацией. Вы мечтаете о каком-то, вот для меня, пассивном доходе, вот непонятном, который вам позволит ничего не делать? Да это почему я мечтаю? Мечтают все. Все мечтают выиграть или в лотерею. Не все. Или еще, да, все мечтают. Работать ради денег, ради проживания, это, мне кажется, глупо. Да, все еще мечтают о роскошной квартире в центре города, чтобы ее сдавать и на эти деньги по всему свету курорисовать. Да, но это хорошее желание. Чтобы не говорить, у нас почему-то принято считать, что если есть квартира, нужно ее отдать бедам, а с вами заработать на свое, тогда ты будешь уважаемым, тобой будут гордиться. Да ерунда. Если что-то досталось, нужно это использовать. Вообще мне нравится этот парень, но, к сожалению, думаю, что он ей не пара. 35 лет, а вы детей когда собираетесь? Я хочу детей. Но почему-то все-таки какие-то моменты, хочется еще и по любви, не просто так вот, по каким-то характеристикам подобрать. Но Настя-то красавица. Красавица, да. Заберите с собой в Питер. Я думаю, наверное, придется жить на два города, но если она любит Питер, то жить будем в Питере. Хорошо. А выходные в Москве. У вас осталось два бонуса свидания на день и семейной традиции. Семейная традиция. Ой, семейная традиция у меня такая вот. Я подойду, покажу. Сейчас, представляешь, я пятикаратник такой на шею. Семейная традиция с тем девушкам дарить почти. Это компас. Он со времен гражданской войны. Он идет из поколения в поколение от моего прадеда, который был генерал-майором. Подаришь или хочешь? Нет. Дарить не буду, если у нас будет сын, то, соответственно, он... Дай глянуть, и есть зачем компасная. Компас работает. Компас работает. Все настоящее. О, Боже. Спасибо. А сюрприз приготовил? Да, я приготовил. Давай, давай. Обязательно. Слышу голос из прекрасного далека, Голос утренний в серебряной росе. Слышу голос, и манящая дорога Кружит голову, как в детстве карусель. Ну, эта песня как раз под него, такой маленький пулсик. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, От чистого истока, прекрасное далеко, Прекрасное далеко, я начинаю путь. Я считаю, что прекрасный молодой человек. Я даже знаю, с кем его познакомить. Спасибо, друзья мои. Забирайте свой компас и в комнату. Вот, Настя, какая противная. Видно было, что сопереживала. А почему не пошла-то поддержать? Я сама стесняюсь больше, чем он. Ой, моя курочка, что же с вами делать стеснительно? Татьяна Мадестовна, как вам жених? Пока молчу я. Не молчить. Настя. Как? Ну, человек он хороший, я больше, чем уверена. Я абсолютно в этом уверена. Что скажешь? Очень чистый, не мужчина, он мальчик. Очень чистый мальчик. Ой, она просто суперская. Спокойная, тихая, умненькая. Девочка такая аура. Шикарная. Вот мой опыт подсказывает, такого мужчину брать, и ты будешь с ним абсолютно счастлив. Всегда. Тамара. Глядя на карту, прямо скажу, что да, солнце в стрельце с Нептуна, восторженный идеалист, безусловно, но реализуется и в материальных вещах. При всем при этом, прекрасное совершенно положение Венеры с белой луной, однолюб. Но он очень требователен, понимаете, требователен и, может быть, по мелочам. Очень требовательно. Это от отца. Видимо, это вот по мужской линии идет качество. И все-таки главным в семье со временем станет. Но действительно надо подталкивать для того, чтобы достиг успеха, а успеха он может достигнуть в своей работе. Это абсолютная правда. Больше, чем даже миллион процентов. Но у нас еще есть один жених, поэтому проходите и знакомьтесь. Настя, это очень красивая девушка. У тебя была нелегкая жизнь. Я сделаю все для того, чтобы каждое утро начиналось с убытки. Спасибо большое. Сергей. 26 лет. Руководитель проекта в строительной компании. Офицер запаса. Гордится тем, что владеет армейским рукопашным боем. Мечтает купить загородный дом. Предупреждает, что каждый вечер посещает тренажерный зал. Через два года после свадьбы Сергей понял, что они с супругой живут как брат и сестра и только создают видимость счастливой пары. Надеется, что с Анастасией ему удастся создать полноценную семью. Смотри, каждый бабулю уважен. Не с пустыми руками. Хороший знак. Какой-то он молоденький. Сереж, а когда с будущей женой познакомился, она вас не вызывала сестринских чувств? Нет. А что потом произошло? У нас была сильная любовь, яркие чувства были. Но мы поженились, не успев пожить вместе. Я учился в военной академии, и времени на встречи у нас как такового не было. То есть мы виделись два, редко три раза в неделю, и то это было ограниченное время. Но все шло как у людей, когда встречались. Она готовила, вы зарабатывали, приносили деньги. Единственное, что вы поженились, когда ей было 18, вам 22? Да. Вам, наверное, хотелось гулять, друзья тусить, а она девочка домашняя. Я теоретик, он практик. Скажите, Сережечка, ну и для всех у вас была абсолютно идеальная пара? Прямо создавали впечатление, что у вас все the best вообще? Да, все так и было. Потому что мы не выносили ссоры за сбы, для всех все у нас было хорошо. Но детей не родили. Детей не родили. Кто первый предложил расстаться? Мы обоюдно к этому пришли, то есть когда мы понимали, что мы уже... Ну, нету того, что было раньше. Ну, не было чего, горячего секса, чего не было. Обычно в вашем возрасте любые проблемы, любые недомолвки заканчиваются в кровати. Да, но у нас они не заканчивались именно там. Почему? Просто поняли, что мы разные люди. Кто впервые произвелся? Я предложил этот разговор, мы начали разговаривать. И в ходе этого разговора мы обоюдно пришли к тому, что да... В общей службе сколько прожили? В два с половиной года мы встречались, и два с половиной года мы были... Вот рядом с вами подруга Женя. Да. Что вас связывает? Здравствуйте. Мы друзья с детства, и я очень переживала всю программу, смотрела просто с таким воодушевлением. Настолько чистый, искренний человек Анастасия, то что я желаю ей такого человека, как Сережа. А он сейчас немножко... Какая умница. Он немножко скован сейчас, он просто от того, что он ей восторжен, он был просто прикован. Так Насте понравилось, да? Он был прикован, он сейчас просто не может выразить свою действительно искренность. Он очень светлый человек. Мне кажется, она особо его не волнует, она ему не очень интересна, посмотри. Ребят, вот я вам хочу сказать честно, такого еще не было. Если сегодня вы не заберете Настю кто-нибудь под свое крыло, она будет ночевать у меня. Посмотри, как подружка. Мы очень хотим. Мы очень хотим. Мы очень хотим тебе. Потому что я ее ни в какие поганые руки не отдам, она этого не стоит. А вы прямо сидели у себя в комнате и прямо сердце разрывалось? Это такая трагедия. Это настолько человек прожил. Ей нужно солнце, ей нужен человек позитив, который ее не будет подавлять, который ее сможет. Он такой? А мне еще другого нравится. Сереж, вы же военноучилище закончили? Да, закончил. Я офицер запаса. Самое мужественное профессор. И каким там единоборствами вы там владеете? Рукопашным боем. О, вот это очень хорошо. Арменинский рукопашный боем. Смотри, опыт есть, уже побывал. Уже не совершит ошибок. И детей нет. Отличный парень. Он ни разу на нее не посмотрел. Ну, расскажите, как время проводите свободное? Чем любите заниматься? Работаю. Все свободное время. Это либо спорт, либо какие-то культурные... То есть у других привычек нет? Ну, разве что курю, пытаюсь справиться. Хорошо. Настя Кривневая, будешь давать повод? Нет, конечно. Я семейный и семейный душевный человек. Молодец. Вот я не буду задавать этот вопрос, вот традиционный. Не люблю я когда подружки. Но такая, как Женька, хорошая. Прямо видно, что хорошая подруга. Я переживаю. Правильные слова говорить, да? А через сколько? Я хочу искреннего человека видеть рядом с ним, потому что он действительно достоин этого. Надо вас себе вот так вот и все, и не отдам. Понимаешь? Да. Когда детей планируете? Если я буду уверен в том, что эти отношения действительно крепкие. А давай у Насти спросим, она хочет детей? В перспективе, да. Ну, вот через сколько в перспективе? Ну, если конкретно отвечать, то пока нет. А через сколько нет? Ну, до 30 пока, наверное, когда ждать. Ребята, у вас остался один бонус наедине. Уговорите, не надо ждать 4 года. Проходите. Пошли шутки. Так, я видел, в начале программа ты расстроилась. Надеюсь, сейчас немножко ты успокоилась. И вот хотел у тебя спросить, у тебя это были сильные, ну, чувственные отношения, да, вот первые которые? Но меня, Лариса, пугает, что она к 30. Объясню почему. Потому что ни мамы нет, ни папы, на которую бы она могла скинуть. Почему я так поздно родила? Потому что мне не на кого было ребенка скинуть. Как знаешь, родила, мамке отдала. А у меня не было такой возможности. Потому что надеялась только на себя. Поэтому и не рожала раньше. То есть ты думаешь, что она боится? Конечно, просто дикий страх. А кому? Бабуле отдать? Кому? Надеяться на себя? Папе? Не нужна никому, потому что. А на себя самой страшно. Очень рад, что откровенно так вы говорили. Очень красиво, очень мне понравилось. И надеюсь все-таки, что у нас что-то может быть вместе. Спасибо тебе большое, очень рада познакомиться. Взаимно. Настя, теперь я хочу тебе показать сюрприз. Поэтому приглашайте на сцену. Пойдем. Угу. Смотри, прям сразу на сюрприз. А мне хочется уже крикнуть горько. Настя, я с детства загадывал желания, когда падали звезды. В большинстве случаев они сбивались, очень часто, почти всегда. Вот, поэтому я сейчас хочу, чтобы ты загадал желания при этом звездном небе. Чего ты хочешь больше всего? Все, что ты загадаешь сегодня, оно сбудется. Это показной романтизм называется. Я тоже возьму права загадать желания. Я хочу, чтобы сегодня мы ушли с тобой вместе. Вот, и чтобы не ждать, когда у нас сбудется, а действовать, я забираю тебя с собой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ух ты, ты смотри, какой романтик. Татьяна Модестовна, вот такого она парня, наверное, и ждала. Правда? Настя? Да. Если только он ей понравился. Вот я прям вот... Прямо вот ее, правда? Мы искренне к тебе относимся, действительно, так вот. Выбор очевиден. Ты счастлива, ребята. Очень рада с тобой познакомиться. Ты очень приятная девушка. Спасибо тебе большое. И спасибо за выносливость. Я старался. Тоже очень важно. Спасибо. Спасибо большое. Пойдем. Прямо не хотелось тебя оттуда забирать. Хороший парень, правда? Чувствуете сердцем? Чистый? Да, чувствую, да. И Настяка чистая. Если только ее сердце освободилось. Ой, что скажете, девочки? Вылечить сердце. Только моя любовь. Да. Что? Понравился. Понравился. А вам понравился? Понравился. Приятный человек. До свидания. Не, парень хороший. Он прям явно такой, видишь, деятельный. Мне, Сережа, нравится. Молодой. Он строительством занимается. Как говорится, дом построит. Это однозначно. Издалека. Вон по заявкам нашего астролога. Так что вы, знаете, вот, Настя, даже не просто стерпится, слюбится. Да. То есть вот глазки закрыли и вперед. Поэтому сегодня все трое мужчин наидостойнейшие. Каждый из них мог бы осчастливать, Настя, вашу жизнь. Вам выбирать. Единственное, что я вам хочу сказать, Настя, не теряйте время. Выйдите сегодня с кем-нибудь из этих ребят. Лучше с Сергеем. Если она уберет меня, то я ее сделаю самой счастливой на свете. А что звезды говорят про нашу Настю? Здесь есть прекрасное душевное взаимопонимание. С Сергеем. Человек, в первую очередь, конечно, будет чувствовать все ее желания, мысли, и они будут понимать друг друга. И что самое приятное, здесь есть прекрасная физическая совместимость. Это замечательно. Дети, дайте сказать. Дети в этом браке будут очень успешными. В браке с Сергеем? Вот в этом союзе дети могут быть очень успешными, что очень интересно. А для женщины что больше счастья, только дети? Совершенно верно. Я хочу сказать, что первый вариант, конечно, для преуспеяния, для страстей совместных. Второй вариант. Первый вариант это Василий, имеете в виду? Василий. Вадим, для покоя и тихой жизни. Но с Сергеем у Вас будет все. И божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Браво. Браво. Настя услышала советы от всех нас, а теперь только свое сердце и вперед. Все трое женихов сейчас сидят на таких нервах и ждут, к кому пойдешь. А можно минуточку перерываю, пожалуйста? Можно. Я могу ваше время украсть на 2-3 минуты увидеть редактор. Пожалуйста. Я ее так не отпущу, я ее заберу. Где Наташа? Подожди. Настя. Где Наташа? Настя. Ничего себе, стал говорить. Но она не хочет говорить. Надо эту ситуацию вышибить. Иначе... Только вышибить. Только выбить. Иначе ничего так и останется. Я даже считаю, если сегодня будет такая жесткая программа по отношению к нему, ее надо от него отглаживать. На самом деле это легко вышибить. Давайте так. Девочки, вот если бы вы видели, что каждый день Настя ест ядовитое пирожное, потому что любит. А вы знаете, что там яд, и она умрет рано или поздно. Она просто погибнет. Вы бы ведь выбросили это пирожное? Да. Но здесь же только жесткие. Действительно, клинклин. Здесь столько жестко. Здесь сопли разводить нельзя. Здесь столько же скачет. Ну, каждый день вот мы по телефону, каждый день. Я с работы приезжаю, и мы до ночи. В результате она не выйдет замуж, она не родит детей. Если ребенок будет, ребенок будет больной. Она свою жизнь загубит. Крепкое мужское плечо – это немного. Это естественно. Просто человек этого не понимает. У него как-то в жизни этого не было. Девчонки, Татьяна. Анастасия ушла. Она не вернется. Это бессмысленный вот этот час, когда мы пытались вразумить. И это страшно. Насильно счастливым человека заставить делать нельзя. Вот так вот люди убегают от своего счастья. Может быть, она потом посмотрит на себя. Может быть, она возьмется за голову. Может быть, ее жизнь еще так побьет. Я одно хочу сказать. Дорогая Настя, ты, конечно, будешь смотреть эту программу. Если будет желание, приди еще раз к нам. И мы постараемся тебе помочь еще раз. Конечно, это только в сказках бывает. Вот так раз. И на тебе прекрасного принца. И все, что прошлое забудь и так далее. Так не бывает. Но мы сегодня очень старались сделать вашу девочку счастливой. Не получилось. С вами была программа «Давай поженимся». И я ее веду еще, Лариса Бузеева. Удачи вам.